И многие мои ученики поступили в лучшие вузы страны и стали экономистами, математиками, бухгалтерами. Я горжусь их успехами. Учить своих детей так, чтобы захотел учиться каждый. Под этим девизом учитель математики Октябрьского сельского лицея Светлана Таралина провела самопрезентацию на первом этапе конкурса. Светлана Евгеньевна участвует впервые. Педагог с 10-летним стажем рассказала, что принять участие в состязании хотела давно. Для того, чтобы перенять опыт более опытных педагогов, для того, чтобы показать свой опыт. И, конечно, для того, чтобы ребята увидели то, чему мы научились, или показать, как я учу своих ребят остальным учителям. В 101-м губернаторском лицее торжественно открыли региональный этап конкурса. Здесь же пройдут все конкурсные испытания. Педагоги со всей области соревнуются с 1992 года. В этом году на звание лучшего претендует 22 преподавателя – победители муниципального этапа. Все испытания они будут проходить в очном формате. Мы с нами были готовы на протяжении уже двух лет, что у нас будет урок проходить дистанционно. Но вот по воле случая так получается, что конкурс проходит в момент спада. Поэтому всегда очно. Потому что все члены жюри и эксперты придерживаются такого мнения, что, конечно, хорошо, цифровые технологии, но живое общение между учителем и ребенком никто не отменял. Конкурс состоит из трех этапов. На первом участники должны рассказать о своем опыте и себе через самопрезентацию, провести открытые уроки и пройти через методическую мастерскую. Во второй раунд пройдут только 15 учителей. Им предстоит пройти два задания – мастер-класс и классный час. По итогу пять финалистов встретятся в третьем раунде. В заключительном этапе участников ждет пресс-конференция, где им предстоит ответить на вопросы членов жюри. Что касается экспертов этого конкурса, они должны увидеть все в педагоге. И воспитательную сторону, и учебную сторону. Естественно, мастерство и умение работать с детьми на уроках – это очень важно. Но самое главное – это его багаж знаний именно в педагогической деятельности. Региональный этап конкурса завершится 26 марта. Его призеры будут награждены денежными призами от 20 до 50 тысяч рублей. Победители представят Ульяновскую область на всероссийском уровне. Финал «Учителя года-2022» пройдет в Москве этой осенью.